Добрый день, уважаемые коллеги, огромное спасибо за возможность выступить. У нас с Галиной Юрьевной получается несколько пересекающих докладов, но это и неудивительно, потому что вторая и третья стадия меланомы, они на самом деле очень пересекаются в жизни. И то, что мы имеем вторую стадию, большинство, да, это зачастую недостадированная третья, то есть это те же самые пациенты, просто которых записали в другую ячейку и, соответственно, они просто не получают терапию. Ну вот, еще раз вернемся к демографии и меланомы в нашей стране. Здесь просто в табличном виде я привел данные, наши статистические, Каприна-Старинского 2007-2017, что у нас происходит за 10 лет. Рост меланомы активный, бурный, у нас женщины болеют чаще, чем мужчины, возможно, мужчины не доживают до своей меланомы, потому что на Западе 60-40 все-таки мужчины болеют больше, чем женщины. Может быть, на самом деле, может быть, это какой-то биологический феномен есть в этой стране, трудно сказать. И тем не менее, цифры заболеваемости, как уже сегодня Игорь Вячеславович показывал, они невысокие, но если мы посмотрим на долю больных с толстой меланомой, то она, конечно, очень высокая, и почти 5 тысяч человек с толстой меланомой в год, это вторая стадия, и еще где-то порядка 10% больных с третьей стадии, это говорит о том, что в целом у нас пока ситуация достаточно тяжелая. Ну вот если мы сравним с Америкой, конечно, там заболеваемость многократно превышает российскую. Ну просто, наверное, географически они находятся южнее, больше инсоляция, больше риск заболеть солнце-ассоциированной болезнью. Тем не менее, мы видим, что мы их очень сильно догоняем. И, так сказать, 25% роста за 10 лет, мы, еще пройдет там 10-15 лет, мы, я думаю, практически их догоним. Такая же, кстати, картина наблюдается не только по меланоме, такая же картина наблюдается и по раку молочной железы, и по колоректальному раку, где мы догоняем западный мир. Возможно, это связано с изменениями структуры нашей жизни, структуры питания, возможностью активной части населения ездить в теплые края и загорать. То есть, изменение, переход к капиталистическому образу жизни, он, в общем, и приводит к капиталистическим болезням, скажем так. Соответственно, так как у нас много толстой меланомы, более молодое население, больше брафмутированная меланома. Опять-таки, если мы сравним, допустим, в той же Австралии и США, то у нас процент брафмутированной меланомы чаще, это где-то 60%, если брать на круг, и брафмутированная меланома течет хуже, и она более агрессивная, как минимум, если не использовать брафингибиторы. Ну, а если мы говорим о ранних стадиях, то брафмутированная меланома в целом хуже, чем брафмутированная меланома в отсутствии какого-либо лечения. Это, допустим, больные со второй-третьей стадии, это исторические данные, когда еще никакой адювантной терапии фактически не было. Изменения в стадировании меланомы, они, на мой взгляд, крайне важны. И в первую очередь это связано с тем, что они именно учитывают фактор толщины меланомы. Самый главный фактор неблагоприятного прогноза – это именно чем толще, тем хуже, даже не столько лимфатические узлы, сколько именно толщина болезни. Мы видим перемещение третьей С, третьей Д стадии, связанной именно с увеличением толщины опухоли. Что мы имеем по адювантной терапии? Какие цели? Это, конечно, снизить риск локального и локорегионального прогрессирования. Самое главное, от чего умирают люди – это от отдаленных метастазов. Вот это нам надо избежать. И как вот здесь влияет адювантная терапия, в общем-то, сегодня становится понятно. Ну и в конечном счете это, конечно, приведет к увеличению общей выживаемости. И если мы посмотрим на изменение стадий, то мы увидим, что третья А стадия – все-таки это относительно благоприятная. Что такое третья А? Это тоненькая меланома с единичными клеточками. То есть толщина опухоли небольшая. И наоборот, третья С, третья Д – это очень толстая меланома с изъязвлением и с наличием клинических метастазов. Это та группа больных, которая имеет крайне неблагоприятные прогнозы и наибольшей степени нуждается в адювантной терапии. Что было до 2017 года в третьей стадии? Интерферон. В Америке появился уже эпилемумаб. Наблюдение, клинические исследования. Это роль интерферона в основном при третьей стадии. Очень сложно разделить третью и вторую стадию, но все-таки основные исследования, основная популяция больных, которые включались в это исследование, это больные были с третьей стадии меланомы. Поэтому здесь можно говорить о том, что роль интерферона, вот эти вот пару процентов, чуть-чуть меньше, это как раз именно на модели третьей стадии. И вот количество исследований, которые здесь проводилось, мы имеем незначительное увеличение общей выживаемости и безрецидивной выживаемости у больных, в первую очередь, с высокими дозами интерферона. Ну и учитывая такие, в общем-то, малоактивные результаты, соответственно, частота применения интерферона в реальной клинической практике, она, в общем-то, была незначительна. Вот если мы посмотрим от страны к стране, увидим, что разные совершенно подходы и наблюдения, высокие дозы интерферона, низкие дозы интерферона при третьей стадии, где-то, так сказать, даже не было регистрации, допустим, там, где очень много меланомы, в той же Австралии интерферон не был зарегистрирован в качестве адюантотерапии, учитывая, что роль крайне незначительная. И что мы имеем уже в 2018 году, в тех же рекомендациях института, мы имеем, конечно, мощную терапию, которая реально меняет вообще жизнь этих пациентов. Надо сказать, что вообще в целом 2017 год, на мой взгляд, ключевое событие 2017 года в онкологии, это именно появление адювантной терапии высокорисковой меланомы. То, чего ждали десятки лет, где была абсолютная стагнация на протяжении многих лет, за исключением крайне тяжелого препарата эпилемумаб в высоких дозах, мы получили реально доступное, с точки зрения токсичности, в первую очередь, лечение, и при этом очень эффективное. Ну а что эпилемумаб? Сегодня мы имеем, в общем-то, более длительное время наблюдения за этими больными. Эпилемумаб и в ранние сроки показал, что есть в среднем 10% дельта и выживаемости без прогрессирования, и в общей выживаемости в сравнении с плацебо у больных с третьей стадией меланомы кожи. Но очень важно, что этот иммунологический ответ сохраняется во времени. Мы имеем сегодня уже фактически 10-летнее, там, 7-летнее наблюдение, и эта дельта, она сохраняется. То есть это никуда не теряется. Мы видим, что иммунотерапия в Адюванте, она реально работает. Это было в этом году на АСКО. Показано, что действительно, так сказать, иммунотерапия, она у значительной части больных, как минимум у каждого десятого, с первым препаратом, она реально меняет их шансы на жизнь. Вот общая выживаемость. Мы видим, что практически 10% дельты в общей выживаемости, там, тут 9%, она сохраняется к 7 годам. Естественно, это цена вопроса, это цена токсичности. И 5 смертей в Адюванте и терапии, это неприемлемо, ни с какой стороны. Но, тем не менее, так сказать, как бы первый шаг в этом направлении, он был сделан. Что еще было интересного в этом году на АСКО? Это были, в общем-то, доложены результаты сравнения высоких доз интерферона с двумя дозовыми уровнями эпильмумаба. 3 мг и 10 мг. ИП-3 и ИП-10 показали свою равную эффективность. Но дальше, на мой взгляд, какая-то очень интересная история сравнение с интерфероном, где, в общем-то, показывают очень странные цифры, и мы видим статистически достоверную разницу ЭПИ-3 в сравнении с высокими дозами интерферона и отсутствие статистически достоверных данных ЭПИ-10 против высоких доз интерферона. Я не статистик, я обычный врач, мне сложно понять, как могут быть такие вот статистические игры, когда две группы 3 и 10 равноэффективны, 3 лучше, чем высокие дозы интерферона, но 10 не лучше, чем высокие дозы интерферона. Сложно понять, но, тем не менее, как бы с точки зрения биологии мы понимаем, что снижение дозы эпильмумаба до 3 мг на килограмм веса в общем-то, так же работает, как и 10, если мы говорим об адювантной терапии. Но, так сказать, это в какой-то степени уже пройденный этап. Ну, цена токсичности, понятно, что 3, менее токсичность, чем 10. Сегодня, что у нас есть, это уже сегодня Галина Юрьевна показала, еще 3 варианта по сравнению с тем, что было у нас до 2017 года. Мы имеем и неволумаб, и пембролизумаб, и комбинацию таргетных препаратов у больных с бравмутированной меланомой. Но имеем несколько отличающуюся рамку, так называемую, рамку считывая, с учетом тех клинических исследований, которые проводились для каждого конкретного препарата. Если мы возьмем исследование Кейноут, исследование с пембролизумабом, где 3 стадия, 3 А, 3 Б и 3 С сравнивались с плацебо. Очень важный пункт, который пока еще мы не знаем результатов, это следующий этап этого исследования, это кроссовер. Что было с теми больными, которые попали в группу плацебо и получили пембролизумаб при прогрессировании заболевания? Может быть, их шансы на жизнь не хуже, чем у тех, кто получил апфронт пембролизумаб. И это очень важно получить ответ на этот вопрос, как же будет на самом деле. Но, что мы имеем по этому исследованию? Мы видим, что группы очень хорошо были сбалансированы и где-то 15% больных это были больные с тонкой меланомой, с метастазами, второживой лимфатический узел. Мы имеем сегодня 12%, 18% разницу между группой активной терапии и группой плацебо. Очень интересна группа плацебо, к полутора годам мы имеем информацию о том, что практически каждый второй пациент спрогрессирует, если ему не будет проводиться адювантная терапия. 53% без рецидива в группе плацебо. Здесь прогрессирует только треть. Но это хорошо или плохо? Как посмотреть? Мы имеем треть больных, которые сразу иммунно-нечувствительны, и это мы видим буквально в первые полтора года, от того момента, как мы начали лечить. И имеем 20 где-то процентов больных, которые реально имеют шанс быть потенциально спасены с помощью иммунотерапии. То есть вот это вот дельта в 20%, если мы берем общую группу больных. Если мы посмотрим по подстадиям, то мы, конечно, при третьей стадии дельта немножко меньше, а вот при толстой меланоме с клинически выраженными метастазами, с изъявлением, мы видим, что дельта 16-20% уже наблюдается в первые, так сказать, полтора года от начала лечения. То есть это те люди, вот эти вот 16-20%, практически каждый пятый человек, который может быть потенциально спасен благодаря применению адювантной терапии. Интересно, что и при BRAF мутированной, и при диком типе BRAF мы имеем практически одинаковую пользу, магнитуду пользы от применения адювантной иммунотерапии, которая находится где-то в районе 17%. При этом мы видим, что и BRAF не мутированная меланома, и BRAF мутированная меланома имеет приблизительно одинаковые шансы без терапии спрогрессировать в ближайшее время. То есть риск их близок. Несколько даже интересно, что чуть меньше риск у BRAF не мутированной меланомы, хотя исторические данные говорят, BRAF мутированной меланомы, прошу прощения, говорят о том, что BRAF мутированная меланома несколько более агрессивна. Что это? Какие-то статистические опять ухищрения или еще что-то? Ну, трудно сказать на эту тему. Тем не менее, мы видим, что в общем-то обе болезни равно плохие или равно хорошие. Если мы посмотрим другой вариант иммунотерапевтический, это исследование Ниволумаб против Эпилимумаба. Здесь не было группы плацебо, учитывая, что в США уже был зарегистрирован Эпилимумаб к этому времени. И здесь немножко сдвинули набор больных в сторону больных более высокого риска. Третье Б, третье С и так называемая четвертая удаленная стадия, что в нашей реальной клинической практике встречается довольно часто. Мы сегодня видим много больных, у которых какой-то единичный очаг, допустим, в легкое или мягкотканный какой-то очаг, который расположен достаточно далеко от первичной опухоли, или метастаз в брыжейку единичной, который удалили, выяснили, что это метастаз ранней перенесенной меланомы, и что с этими пациентами делать. То есть мы имеем эквивалент четвертой стадии, а вот как их лечить? И очень хорошо, что было проведено исследование в этой области, и этих больных было порядка 20%. Это были больные, правда, без фактически метастазов в головной мозг, потому что это вообще особая группа, но тем не менее это были больные с так называемой четвертой удаленной стадией. И что мы имеем? На круг 13% где-то дельта, это если мы берем всех больных вместе, третью B, третью C и четвертую стадию. Но если мы посмотрим по подстадиям, при третьей стадии 12% разница в пользу неволумаба по сравнению с эпилемумабом. И при четвертой стадии разница даже еще больше, то есть она составляет практически 14% у больных, у которых применялся неволумаб в сравнении с эпилемумабом после полного удаления всех видимых опухолевых очагов. Внутри третьей стадии, третья B и третья C, мы видим, как они друг от друга отличаются даже в группе эпилемумаба. Мы видим, что третья B более благоприятна при применении любого варианта адювантной терапии и в том числе наиболее эффективного в данном случае неволумаба. И третья стадия C менее прогностически благоприятна, потому что он больше объем опухолевой массы и она хуже течет даже в том числе при применении неволумаба. Та же самая приблизительная картина, как и с пембролизумабом у больных с BRAV-мутацией и в отсутствии BRAV-мутацией. Что очень плохо нажимается? Если мы возьмем в зависимости от уровня PDL. И вот здесь я, к сожалению, Евгений Нумч ушел, очень хотел бы с ним подискутировать, у меня, наверное, будет такая возможность о том, надо или не надо определять PDL и имеет ли PDL какой-то суррогатный маркер, является ли он для определения потенциальной иммуночувствительности опухоли или нет. Опять-таки просто посмотрим на группу менее эффективной терапии и посмотрим у больных высоко PDL-позитивными. И мы увидим, что и с неволумабом, и с эпилемумабом высоко PDL-1 позитивные больные существенно лучше, чем PDL-1 негативные больные. То есть достаточно ну он нельзя назвать его простым этот тест, иммуногистохимический тест на PDL-1. Но тем не менее он выполнимый, он сегодня воспроизводимый в разных лабораториях. То есть это есть скажем так моноклональные антитела, есть стейнеры. То есть это сегодня некая доступная опция для нас с точки зрения оценки потенциальной иммуночувствительности опухоли к потенциальной терапии и ее прогноз. Сегодня это не определяет назначение терапии. Мы не можем сказать, что это носит предиктивный характер для того, чтобы назначить или не назначить терапию, по крайней мере пока, может быть в будущем будет, но тем не менее то, что это является важнейшим прогностическим маркером, в том числе для адюванта, мы сегодня совершенно четко видим, что PDL именно хороший прогностический маркер с точки зрения определения потенциальной иммуночувствительности опухоли. Ну и перейдем к бравмутированной ломи. Та история, с которой мы сталкиваемся в нашей реальной клинической практике очень часто. Комбинация доброфениб-траметениб против плацебо. И сегодня мы имеем уже очень хорошо прослеженные отдаленные результаты этого клинического исследования. Клиническое исследование, конечно, оказалось высоко позитивным по отношению к плацебо. Мы имеем 54% в группе таргетной терапии против 38% больных, которые получали плацебо. Терапия закончилась вот здесь. Она продолжалась всего один год. И тем не менее 4-летняя дельта сохраняется и она сохраняется в общем-то в годах. Если как плохо переключается, если мы посмотрим данные по выживаемости без отдаленных метастазов, то мы видим, что и здесь тоже сохраняется разница между группой активной терапии и группой плацебо. Как развивались рецидивы, убрав мутированный мелом? Вот это просто нумерические значения возникновения рецидивов в зависимости того, были больные на плацебо или больные были на активной терапии. Мы видим количество рецидивов суммарное, количество только регионарных или локальных рецидивов практически двукратную разницу, то есть в два раза меньше больные развивают локальные метастазы или в коже. И количество отдаленных метастазов где-то на треть меньше у больных, которые получают активную терапию. в зависимости от подстадии мы видим, что при третьей А стадии разница не очень значительная, но при третьей С и третьей Б стадии мы видим, что разница в группе больных, которые получали активную терапию, она очень существенная и она сохраняется. В годах мы видим, что кривые выживаемости в общем-то не сходятся. При третьей А они потихонечку сближаются, но здесь сама по себе третья стадия более благоприятная по сравнению с третьей Б и третьей С. Если мы возьмем третью стадию Б и С вместе и посмотрим именно биологию этой болезни и в контексте применения адювантной таргетной терапии. Вот что мы имеем в группе плацебо. Первый год. Каждый второй пациент прогрессирует. Далее во второй год прогрессирует еще 12% в группе плацебо. А уже начиная с третьего года прогрессирует только в начале 4%, а потом всего 1%. То есть вот где-то мы имеем 34% больных с третьей Б или третьей С стадии меланомы, которых вылечивает по сути дела хирургия. То есть это те больные, которые возможно не нуждаются в адювантной терапии. То есть их треть. Если мы берем таргетную терапию, первый год, блестящие результаты, таблетки потрясающе контролируют те микрометастазы, которые у больных есть, дальше мы отпеняем таблетки и мы имеем, к сожалению, обрушение. То есть те микрометастазы, которые замерли на таблетках, они начинают прогрессировать и ко второму году минус 23%. То есть по сравнению всего с 12, которые мы имели в группе плацебо. И что самое неприятное, к сожалению, что и дальше процент больных, которые прогрессируют в 3-4 год, он больше, чем процент больных, которые остаются на плацебо и не прогрессируют. Но суммарно все-таки мы помогаем каждому пятому, каждому шестому пациенту элиминируем вот эти микрометастазы, которые могут где-то находиться благодаря применению адювантной таргетной терапии. Прошу прощения, но это... А можно переключить следующий слайд? Машинка не работает. Если мы посмотрим уже и пересчитаем эти цифры на современную классификацию, где есть и 3-я А, 3-я Б, 3-я С и 3-я Д стадия, то мы видим, что с увеличением стадий роль адювантной таргетной терапии увеличивается. То есть элиминация микрометастазов, потенциал наличия микрометастазов, конечно, больше у больных, у которых стадия больше, но и элиминация микрометастазов, она тоже больше. Таким образом, остается вопрос, что же лучше назначить пациентам, у которых третья стадия меланомы с мутацией В600. С больными, у которых нет мутаций, там все понятно, у нас есть либо Ниволумаб, либо Пембролизумаб, это очень эффективная терапия. Но вот вопрос, что назначить больным с БРАФ-мутированной меланомой, он в общем-то не ясен, потому что в течение первого года рецидив разовьется практически у половины, без лечения у 60, и на фоне первого года мы знаем, что прогрессирование развивается у каждого третьего больного, который получает антипиди препараты. То есть тоже как бы есть целая группа больных, которые нечувствительны, но потом-то у них выходит плата, и получается, что мы имеем две вроде разные с точки зрения биологии терапии, но они в целом начинают где-то совпадать, начиная со второго, с третьего года, поэтому и в какой-то степени получается они пересекают, поэтому мы видим, что таргетная терапия дает, конечно, большое преимущество в первый год, а уже потом это потенциальное преимущество, оно теряется за счет того, что прогрессируют те пациенты, которые, в общем-то, у которых метастазы замерли, но не погибли. И, конечно, мы должны не забывать еще о токсичности лечения, которая, в общем, достаточно существенно, невозможно, 25% пациентов, которые получали таргетную терапию, отказались от приема препаратов, и мы знаем, что пациенты с метастатической меланомой, когда им назначается таргетная терапия, только 10% пациентов отказываются от таргетной терапии, то есть мотивация у людей, получать таргетную терапию существенно выше, если они знают, против чего они борются, а если они получают лечение в качестве профилактики, то и мотивация несколько падает, и токсические осложнения, они переносятся людьми в какой-то степени по-другому, и оцениваются ими по-другому, тогда с иммунотерапией картина приблизительно одинаковая, что, так сказать, при метастатике, что у больных в одюванте, картина одинаковая, где-то около 10%, там 7-10% пациентов отказываются от терапии, имея тяжелые осложнения, в первую очередь иммунологические. Ну вот, и если мы попробуем посчитать, сколько процентов больных мы потенциально можем спасти, вот при третьей стадии, если будем применять одювантную, допустим, таргетную терапию, обфронт, или одювантную иммунотерапию, и потом при прогрессировании назначим им тот или иной вариант, то оказывается, что приблизительно где-то около 70-75% больных с третьей стадии сегодня мы можем спасти, то есть это где-то 20-30% больных одювантной иммунотерапии, такая же доля больных с одювантной таргетной терапией, возможно, это где-то разные больные, не пересекающиеся, но если мы сложим их вместе, то то, что мы имели раньше, когда прогрессировало практически 60-65% больных сегодня ну как минимум 35-40 из 100 человек благодаря одювантной терапии, а потом применение эффективной терапии в метастатике мы сегодня можем спасти. Ну и мы отразили в наших клинических рекомендациях и меланомы про, и русско, и рекомендациях Минздрава те возможности, которые у нас есть, они сегодня внесены в рекомендации и конечно ими надо пользоваться, применять наиболее эффективную терапию в одюванте, потому что это реально спасает жизни пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо. Нормально, 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 да, да, укладываемся более чем. Вот на таком примере, на примере Иперимумама, пока делалось это исследование, он уже усталел как-то, да, и все-таки у него какого-то немецкого одювант не будет ваше предположение. Я думаю, что это возможно. В контексте применения сочетанной одювантной терапии, комбо-иммунотерапии, у больных очень высокого риска. Мне кажется, что сегодня цифры у больных педель 1 негативных больных, больных высокого риска, педель 1 негативных третья B, третья C, четвертая стадия, может быть вторая B, вторая C, то есть там, где толстая меланома, и при этом, если она педель 1 негативная, я думаю, что цифры пока нас применение одювантной терапии не могут удовлетворить. И мы знаем из метастатики, что при добавлении эпилемумаба улучшает результаты больным с педель 1 негативными опухолями. И здесь, мне кажется, вот эта модель переноса из метастатики, она должна сработать. То есть высокий риск в комбинации с некой биологией. То есть та опухоль, где лимфоциты не пришли на войну, их надо привести на войну и атаковать с тем, чтобы их побить. Хорошо. А теперь второй вопрос в отношении герат-ингибиторов. Значит, и длительность лечения одювантной, да? Если мы будем долго лечить таких пациентов, больше, чем один год, больше, чем два года и даже три года, то мы рано или поздно пленем к тому, что получим резистентность. Для нас это важно, не получить резистентность на алювантной терапии, не достигнуть этого момента. Я думаю, что мы и так имеем резистентность. Применяя таргетные препараты один год, мы видим, как контролируется болезнь. Это время после отмены, как быстро идет выскальзывание опухоли, и в первую очередь это связано с биологической резистентностью, которая так или иначе присутствует, в том числе и у микрометастазов. Ведь при четвертой стадии, при метастатическом белом, мы сегодня имеем порядка тех же 15-17% долгожителей, которые излечиваются, ну, та же комби-ви, комби-ди, вот этот джоинт-анализ, который был сделан в этом году на АСКО, мы имеем 15-17% пресловутые, которые, наверное, выздоровели на применении таргетной терапии. И здесь мы имеем около 20% больных, которым добавляет таргетная терапия. Может быть, дополнительные два, еще год-два привести к улучшению результатов? Может быть, да. Почему? Потому что есть некий истощающий эффект у таргетной терапии при длительном применении. Это было показано на примере эмотениба у больных с гистом. мы имеем это на модели адювантной гормонотерапии рака молочной железы, которая по своей биологии тоже является, по сути дела, таргетной терапией. Мы это имеем у больных с гемобластозами, которые получают таргетную терапию. И там чем дольше, тем меньше шансов на прогрессирование и удержание вот этой минимальной резидуальной болезни под контролем вплоть до ее полной элиминации. Поэтому если мы говорим о таргетной терапии, без учета сейчас восприятия токсичности таргетной терапии, которая, конечно, имеет значение, но те, кто ее хорошо переносит и больные высокого риска, вот пролонгация, на мой взгляд, она здесь оправдана. Истощить тот пул, который завис и начинает потихонечку мутировать. Очень много здесь вопросов, которые не знают ответы на них. Как вы считаете, в течение какого времени в будущем мы с наличием тех препаратов, которые сегодня есть, придем к решению вопроса и о длительности, и чем? Время очень быстро меняется. Те вопросы, которые раньше мы отвечали на них, пытались ответить годами, да, так сказать, то, что касается, допустим, той же ракомолочной железы, где мы обсасываем гормонотерапию тамоксифеном, ингибиторами ароматазы последние 20 лет и у нас все выстраиваем и выстраиваем, выстраиваем, то сейчас темп времени настолько быстрый, что я крайне сомневаюсь, что компании будут проводить исследования, сравнивать год против трех, или три против два, или наоборот деэскалацию, потому что все время что-то добавляется, слишком быстро бежит время, поэтому не уверен, что мы на вот эти вопросы, которые вы ставите, сможем получить ответы из хороших, больших клинических исследований, которые, на мой взгляд, крайне нужны для этих больных. Спасибо.